добрый вечер и мы с вами как всегда с молитвой на устах и сердце продолжаем изучение очень сложных тем пророков и хискеда может быть самая сложная пророческая книга я напоминаю что для меня с моей точки зрения этот урок посвящается памяти и возвышению души моей дорогой жены люба барт михаэль которая ушла из жизни в этом году надеюсь что вы ко мне присоединяйтесь к этим мыслям вот и мы с вами продолжаем дальше то что скажем в качестве небольшого такого видения из разговоров с несколькими людьми я хотел бы сказать пришел к такому выводу или вспомнил о том что может быть следует нас помнить что безусловно люди ищут приближение к духовности и безусловно далеко не всегда изучение гемары формальных вопросов шуха наруха дает это приближение то есть я ни в коем случае не отрицаю необходимости знать заповеди во всех их деталях и понимаете те споры которые велись между мудрецами на протяжении поколений все это задача очень важная но есть другой пласт который не всегда присутствовал это поиск такого соприкосновения с духовностью и некоторые люди ищут его этот путь ищут в кабале опять же я совершенно не против я просто хочу поделиться своим личным опытом что я потратил по не потратил провел много лет над изучением из огора и ради ашлага и и талдота эссуферот и его комментария с улам и мне кажется что это не не совсем верный путь не то что время потрачено даром упаси бог есть много идей и всего самого замечательного но мне кажется что для того чтобы приблизиться к духовности действительно почувствовать какую-то реальность духовного мира рядом с собой то пророки это самый прямой самый прямой путь и тот путь который они предлагают опять же как мне представляется это путь метафизический и метафизический медитативный то есть метафизический это понимание окружающего мира как образов которые созданы всевышним и обращены к человеку и эти образы нужно как-то понять осмыслей то есть все что нас окружает это речь севышнего поскольку мир создан речью да и мы видим что пророки они не пользуются не не пользуются ски рот не пользуются такими понятиями как ски рот мы совершенно не найдем ни одного слова сфера, мы не найдем в пророках. И то, что они идут путем метафизики, то есть дается некоторый образ, который нужно осмыслить. И осмысление его может быть очень глубоким, у него могут быть несколько уровней осмысления у этого образа. Мне представляется, что это самый прямой путь преимущества пророков еще в том, что в них переплетается поиск Всевышнего, стремление человека приблизиться ко Всевышнему с морально-нравственным пластом постоянно. Постоянно, как бы, две совершенно неотделимые два пласта. Это будет ко Всевышнему попытка поднять управление миром и ощутить его близость к человеку и морально-нравственный пласт. То, что мы в Кабале с вами далеко не всегда встретим, не потому что кто-то забывает об этом, но просто потому что это так устроена эта наука. Это то, что мне хотелось сказать и еще раз подчеркнуть важность изучения пророков и то, что мы с вами делаем. Я надеюсь, что мы получаем какие-то конкретные знания и какое-то представление о языке пророков и некоторый навык прочтения текстов пророков. Очень хотелось бы надеяться, что это так. После этих слов введения давайте мы с вами откроем текст. Надеюсь, что он появился на экране. Мы приведем ее сейчас чуть-чуть в порядок. Найдем то место, где мы... Если можно, только, плиз, убери. Вот у тебя там значок под словом акробата. Да, 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 100%. Вот. И тут... Да. Мы с вами видели, опять же, что пророчество – это момент очень сложный. И мы с вами посмотрели Мальбима, который говорит о том, что пророчество должно быть воспринято человеком. И часто получалось так, что тот, кому открывался духовный пласт того или иного уровня, он не справлялся с пророческими образами. И интересно, что, скажем, посылка такова, что, можем сказать, зачем же тогда ему дается, ведь Всевышний понимает его душу. Он должен справиться. Только нечистота души, только неверные представления о мире, которые у него выработались, от которых он не хочет отказаться. Только это мешает правильному восприятию пророчества. И мы остановились с вами, насколько я помню, на том, на последних знаках, которые дает Иискель, когда ему верено Всевышним выходить из своего дома, как человек, который уходит в изгнание, и нести на себе скат, который несет человек в изгнание, и как бы изобразить человека, который делает подком и выходит из города через подком. И у этого образа есть несколько пластов, которые Всевышний объясняет ему. Во-первых, что всякий, кто выйдет из города, он останется жив. Второй пласт этого образа, что Циткиягу, царю Шалайма, будет попытаться убежать из города, когда стены города будут проломлены, и он будет пойман халдеями, и его приведут в Ривла или в Ривла, там можно и так, и так, на границе земли Израиля, и там, на выходе, царь его будет судить за то, что он нарушил клятву, которую дал с именем Всевышнего. И здесь говорится, и в седьмом предложении, в тринадцатой главе говорится, «Я сделал, как было мне велено, собранное мной вынес из дома, как поклажу изгнанника днем, а вечером сделал себе лаз в стене руками, и в темноте вынес поклажу на плечи и понес у них на глазах». Потом Ехаскель вернулся в город, он не ушел из города совсем, он вернулся в город для того, чтобы продолжать говорить, мы помним, что он находится в Тель-Авиве, для того, чтобы продолжать говорить с его жителями. «И было ко мне, Слово Бога, утром, и так было сказано, сын человека, неужели не сказал тебе дом Израиля, дом мятежный, что ты делаешь?» Мы видим ту же самую проблему, с которой пророк столкнулся в самом начале своего послания, когда он был послан в Тель-Авив. Мы помним, что он семь дней сидел на площади, никто не обратился к нему. То же самое и здесь, он дает знаки. Вы видели, что иногда бывает отклик, приходят к нему люди, правители или главы изгнанников приходят к нему и сидят перед ним. Но мы понимаем, что его слова, они не приняты, они не удовлетворяют никого. Его рассказ о том, что повершится судно Бирушалаймом, что в Бирушалайме творятся страшные преступления, он остается невоспринятым и возвращается к тому же самому. Он дает знак, делает тот знак, который ему получил Всевышний, и никто не обращается к нему и не говорит, что ты делаешь. «И скажи им так, как говорит Всевышний, так сказал Бог Всесильный, а правители Бирушалайме пророчества это и обо всем доме Израиля, и обо всех принадлежащих к нему». Речь идет о Циткияуге, как мы понимаем. «Скажи, я знамение ваше». То есть я знак ваш, то, что я сделал, это знак вам. Как я сделал, так будет сделано им в изгнании. В плен пойдут они. И правитель, который среди них на плече понесет в темноте поклажу свою и выйдет в стене, сделает лад, чтобы вывести правителя через него, лицо свое закроет, чтобы не видеть ему опустошение земли этой глазами своими. Здесь подчеркивается несколько моментов. Правитель понесет на плече поклажу свою, человеку, у которого в руках были такие возможности, прежде всего, которыми он мог воспользоваться для того, чтобы преобразовать все общество и возвысить его духовно. И он ничего не сделал. Он ничего не сделал, понадеялся на свою силу. И теперь он идет с таким узелком, который у него на плече. Это правитель земли. То есть, опять же, это некоторый образ пророческий, который призывает задуматься, что нужно было сделать и к чему привело это нежелание понять. Лицо свое закроет, чтобы не видеть ему опустошение земли этой глазами своими. Ему будет стыдно или больно смотреть на то упустошение, причиной которого он стал, или, по крайней мере, на нем лежит большая ответственность за то, что произошло. «И расставлю я сеть мою на него, правителя, да, мы помним, это будет, что он койма втянет у моей, и приведу его в Бавель, в землю халдеев, но ее он не увидит, и там умрет». Ее он не увидит, потому что в результате на выходной царе слепит его. И последнее, что он увидит перед своими глазами, это казнь своих сыновей. И это у него как бы останется последняя картина. Бавель, он придет уже слепым, и там он умрет. Нужно сказать, что, тут можно подчеркнуть, что отношение к знанникам было разное. Те, кто покорился на выходной цару, царь Ихония, и те, кто ушли с неба из знания порядка 30 тысяч, мы помним, что у них были все условия. Они могли жить, они могли заниматься торговлей, они могли заниматься сельским хозяйством. То есть они не были ничем ограничены. Давление такого, чтобы они изменили свою веру, не было. Как это бывает иногда у идолбоклонников, иногда не всегда полный плюорализм. Кого хочешь, того и верь. Они поклоняются одним богам, другие другим. Не было никакого давления в этом плане. Это те, кто были пригнаны. Мы помним, что они построили дома учения и синагоги. Это те, кто были пригнаны с Ихонией, как мы, за 11 лет до разрушения храма. И где-то за 6 лет до этого пророчества, как мы представляем себе с вами. Совсем другая картина – это те, кто попал в плен после разрушения Ушалайма. Они враги на выходной царе. Они ему не покорили. Они сражались с ним и убивали его воинов. И тем более нарушили клятву, как бы или несут ответственность за то, что Циткиял нарушил клятву, которую дал ему. Поэтому отношение к ним было крайне жестоким. Они шли и гнали в Бабель без установки. Они остановились только на реке Пратт. Так рассказывает и Гада. Наверное, были где-то какие-то привалы. Но сесть и отдохнуть они смогли только на реке Пратт. Они шли голыми, и когда кто-то шел и на молодых людей, как описывает Медраж, повесили жернова для того, чтобы им путь не был таким легким. Это о ней говорится, что о народ Бабель, Талину Кенуратейму. Не о первых изгнанниках, которые пришли в Бабель, а именно о них. Что мы повесили свои кеноры, свои инструменты, повесили на ивах, которые в Бабеле, которые у реки Пратт. Гада рассказывает то, что не выходный царь. Я напомню, что это речь идет о будущих событиях, но в любом случае мы понимаем, что пророчество о том, что... пророчество Эхискеля о том, что будет. Медраж описывает, что на выходный царь ехал на Ладье по реке Пратт и оглядывал многочисленных пленок, которых он привез. И тут он заметил левитов, и он велел им петь песен. И здесь они отказались и сломали свои большие пальцы. И кто-то из них порвал голосовые связки до такой степени, что когда пришло время исхода, и Эзра собирал людей из всех колен, он хотел привезти в Ирушанаин, то он не нашел левитов, которые могли бы петь. У всех были сломаны пальцы, порваны голосовые связки, и они своих детей не могли научить этому искусству петь, как пели в храме. И в продолжении на выходный царь убил большое число пленных, которых он привезли в Ирушанаин, убил и растоптал их, раздавил их колесницами. То есть это совершенно другая обстановка. О Полтияву, о котором мы с вами говорили, о Полтияву, который упоминается в тексте, как один из людей стоящих, и стоящих, и лицо его обращено на восток. О Полтияву говорится, и мы видим, что Ихискельбис правоческий, что он умирает, и он молится Всевышнему, о нем говорится, что он был защитником в Галуте. Ну, как он был защитником в Галуте? Он был приближенным сына на выходный царь. И когда взяли такое большое число пленников, он обратился к сыну на выходный царь, что он сказал, что вот ты взял столько пленных, а нам из них ничего не досталось. То есть мы тоже хотим пленных, чтобы они были у нас помощниками или, может быть, рабами. Так он обращается от имени тех, кто находится в Галуте. И тот ему хочет прислать людей молодых. Он говорит, нет, нам гораздо важнее, мы хотим людей важных. Это то, что мы хотим. И таким образом он спас большое число людей, то есть перетянул их к Галуте и Хонии, туда, где жил Галуте и Хония, вырвал их из числа этих пленных, которые уничтожались и которые погибали по дороге. И поэтому есть спор в Трайпатике души с Дуралом и Шмуэлем, был ягон праведник или неправедник. Но это можно как бы спорить бесконечно, но мы понимаем, что он был приближенным к халдеям, к верхушке халдеев, но использовал свое положение не для того, чтобы угнетать своих братьев, а для того, чтобы спасти людей. Это как бы такая картина, без которой непонятно многое. Здесь в скобках можно заметить, что изучение пророков, оно также является изучением истории, то, что мы с вами делаем. Мы с вами фактически учим историю, обстановку, которая сложилась, и историю можно учить и по Медрашиму, и по Талмуду, и очень хорошо восстановиться в исторические события, гораздо даже лучше, чем по книгам, которые не пользуются этими источниками, как Талмуд и Медрашим. «И всех, кто вокруг него, приспешников его, и всех начальников его войска, его рассею я во все стороны и обнажу меч во след им». Речь идет о Цитхияву, его приближенных, и Всевышний возлагает ему на Цитхияву, на правителя, потому что у него, да, была возможность, по крайней мере, попытаться исправить положение, и, как мы представляем себе, где только его слабость, его характер и, естественно, недостаточность, недостаток веры во Всевышнего, недостаток веры во Всевышнего, уверенность во Всевышнего не позволили ему изменить ситуацию. Стоило ему опереться на Еремияву и сменить верхушку. Это царю всегда очень трудно сделать, поменять советников, правителей, особенно не одного, а произвести настоящий переворот, революцию в стране. Но он должен был это сделать, по крайней мере, попытаться сделать, для того, чтобы повернуть страну на путь праведности. Если сказать, что это невозможно, то есть исторический пример, что это действительно это было возможно во времена Хискиягу, после правления Ахаза, скажем, это примерно за 60 лет, за 60 лет до тех событий, о которых мы сейчас говорим, во время правления Хискиягу, Хискиягу правильный царь, который правил после Ахаза, который превратил всю страну в... повернул всю страну в сторону меопоконства, закрыл двери храма, закрыл дома изучения Торы, Хискиягу сумел поправить это, по крайней мере, в значительной степени. Решающим моментом было то, что его поддерживал пророк Хискиягу, и он к нему прислушивался. И здесь есть сильнейший пророк Иеремияву, который обещает помощь Иеремияву, но Циткиягу это не сделал, и вот этот образ человека, уходящего с мешочком, человеку, у которого были все возможности, он теперь уходит с мешочком из города, и никуда ему не удастся убежать, судьба его будет очень и очень тяжелой. Это та картина, которую рисует пророк. И оставлю из них небольшое число людей, которые убедут от меча, от голода и от мора, чтобы рассказывали о всех мерзистях своих среди народов, которым придут, и будут знать, что я Бог. Будут ли они, безусловно, что сыновьям Израиля в разных ситуациях будут говорить, что Бог их оставил, Бог их предал, и Бог поиздевался и посмеялся над ними, и так или иначе им придется, или по крайней мере многие из них будут отвечать, что это нет, что Бог знал за преступления, и знал из земли Израиля, и знал за преступления, об этом они об этом они поведают народам народам мира. «И было слово Бог ко мне, чтобы сказать, сын человека, хлеб свой с дрожью ешь, есть будешь, воду свою в святении и тревоге пить будешь, пока ты сидишь в доме, об этом будет известно, и скажи народу земли, это и так сказал Бог всесильный житель Морушалаима, которые останутся на земле Израиля, хлеб свой в тревоге есть будут, и воду свою в уныне будут пить». Речь идет уже как бы о следующем этапе, те, кто останутся в Иерушалаиме после его разрушения, мы видели картину разрушения, теперь Мехискель как бы следующий знак уже после разрушения Иерушалаима, он возвращается в дом, и опять он ест и пьет очень мало, и это уже новый знак, «Ибо опустошена будет земля, некогда изобильная, из-за и злодняне всех живущих на ней». Города населенные будут разрушены, и земля опустошена будет, и узнаете, что я Бог, как Раша в нескольких местах пишет, тот, кто говорит и делает. Я Бог, я обещаю, и у меня есть возможность сделать то, что я обещал. И было слово Богу ко мне, чтобы сказать, и здесь начинается среди главы неожиданный новый поворот. Очень интересный и очень важный, и как всегда базирующийся на тонкостях, на тонкостях человеческой психологии, на тонкостях оценки ситуации. Посмотрим. Сын человека, что это за поговорка у вас, живущих на земле Израиля, в которой говорится, пройдет время и исчезнет предсказание. Мы уже с вами сталкивались с тем, что предсказания Иеремияву, конечно, они были известны, и сила пророка была тоже известна, но тем не менее многие говорили, что он сам не понимает, неверно толкует те видения, которые ему даются. Мы видели с вами это и на примере Копла, и на примере посылки, что нужно строить дома и сажать сады. Иеремияву говорил, убавили, потому что пройдет еще 70 лет. Те, кто в Иеремияву говорили, почему убавили. Это дома надо строить и сажать сады в Иеремии, земле Израиля. Теперь здесь еще одна посылка. Пройдет премия, еще предсказание. Хорошо, он сильный пророк, он предсказывает. Но то, что он говорит, это через много-много времени. Вы знаете, что такое много времени? Там, кто его знает, как получится, оно еще может быть и не сбудется все это. Поэтому что нам сейчас ломать тот копья и прислушиваться к нему? У нас есть множество и множество предсказаний, которые говорят, все будет в порядке, будет мир. Он, может быть, и не ошибается, но он говорит, в его словах это предупреждение Всевышнего, что может быть там что-то через много лет произойдет. Так до этого времени все еще перемелется. Поэтому скажи им, так сказал Бог все сильные, покончил я с этой поговоркой, то есть больше эта поговорка не будет звучать в среде сыновей Израиля, особенно в Иерушалайме, и не будут больше пользоваться ею в Израиле, и скажи им, приблизились нити и исполнение всех предсказаний, то есть то, все о чем говорилось, до сих пор не назывались сроки, хотя уже было сказано, что приблизился конец, приблизился конец, и уже поднимается как бы заря, приближается этот день, когда произойдет несчастье, посланное Всевышним за преступление, теперь еще раз говорится, приблизились нити и исполнение всех предсказаний, пусть не говорят, что это через какое-то большое время, а там посмотрим, ибо не будет больше предсказания ложного и колдовства встилого в доме Израиля, это посылка, посылка колоссальная, которая говорит о том, что в будущем не будет больше ложного пророчества, но каким образом не будет ложного пророчества и колдовства не будет в доме Израиля, это нужно представить себе, это нужно понять, единственное, что мы можем себе представить, что у каждого явления всегда есть, у каждого духовного явления особенно, всегда есть обратная сторона. В принципе, пророчества и уже пророчества, как мы можем представить себе, по крайней мере, очень часто проистекают из одного и того же корня, из одного и того же источника. В трактате Сангедрин Агада дает нам понять, что и служение Всевышнему, и служение Божеством, оно тоже проистекает из одного и того же источника. Можем представить себе, что этим источником является ощущение те, которые есть у человека, у человека есть чувства духовности, которые скрываются за материальным миром. И дальше уже вопрос, насколько чиста душа человека. Если она чиста, то он будет тянуться за одним источником и придет ко Всевышнему. Если же его душа загрязнена, то он представит себе, что за материальным миром скрывается множество источников, множество сил, и упаси Бог, придет к его поклонству. В тракате Санедрин эта идея выражена в выражена Агадо, есть, так можно сказать, или выражена в Агаде, когда, вернувшись из Бавеля, мудрецы Эзра, мудрецы Великого Собрания, они вдруг понимают, что нету никаких гарантий, что вся история первого храма не повторится. Кто гарантировал, что сыновья Израиля опять не впадут в идолопоклонство? Наверное, на это есть причины, есть окружающие народы, есть давление окружающих народов, есть большая безграмотность, которая обусловлена временем периода возвращения из Бавеля. Кто сказал, что идолопоклонство не вернется? И тогда мудрецы обращаются ко всевышнему с молитвой, чтобы он забрал дурное желание стремления к одному поклонству. То есть у человека есть стремление богового этого поклонства, он забрал его. И тогда в ответ на их молитву видение такое, есть еще остаток пророчества, есть еще пророки среди людей великого собрания. Вот говорится о таком видении, что из святая святых вышел львенок. Хотели убить этого львенка, так или иначе, но он издал такой крик, что сотрясла земля от Дана до Бейершебы. Тогда сделали свинцовый ящик и посадили этого львенка в свинцовый ящик. То есть о чем рассказывает эта Агада? Совершенно не обязательно о реальных событиях или даже не о видении, которым было, а мудрецы языком образов они описывают очень важный момент. Святая святых, там, где служение Всевышнему, квинтэссенция служения Всевышнему, там, где находится шхена, там же коренится и идолопоклонство. То есть что такое шхена, что такое чем так сказать силен храм? Храм силен тем, что он дает, он распространяет благословение на всю землю Израиля, но не только, он дает ощущение божественного присутствия, оно явственно, оно чувственно и с этим связаны и, скажем, и с храмом связаны пророчества. Также как бы пик, или, можно сказать, как бы используется тем же словом квинтэссенция, ощущение божественного присутствия пророчества, это все связано с храмом, как бы с той точкой, которая соединяет небо и землю, со святая святых. И вот теперь, как бы я надеюсь, что понятно, есть сила ощущения духовности, ощущения божественного присутствия, а дальше каждый уже может сделать с этим, к сожалению, может сделать с этим, что он хочет, и все зависит от чистоты души, поэтому мудрецы решили ослабить эту силу или просили у Всевышнего, просили у Всевышнего, чтобы он ослабил эту силу, какую силу живого ощущения божественного присутствия. Вместе с этим, когда она ослабла, уходит и до поклонства. Убить эту силу как бы совершенно невозможно, уничтожить его полностью, поэтому делают свинцовый ящик, ослабляют ее, очень сильно ослабляют ее, но она в значительной степени уходит из мира и вместе с ней уходит и до поклонства. И этим объясняется то, что и до поклонства, которое было во втором храме, оно совершенно отличается от того и до поклонства, которое было в период первого храма. То есть об этом можно говорить отдельно. Но понятно, что той силы того живого ощущения и до поклонников духовности, которая скрывается за природой, которая доводила их до экстаза, это уже не было, этим не отличается, скажем, древняя Греция и те божества, которые были в древней Греции. зачем мы сказали с вами так много слов для того, чтобы сказать, что это предсказание не будет больше предсказания ложного, больше не будет ложного пророчества. Это предсказание о том, то есть фактически предсказание о том, что уйдет и пророчество. это само по себе является наказанием или ответом Всевышнего на то, что не могут справиться, что сыновья Израиля не могут справиться с пророчеством в том смысле, что они не отмечают истинного пророка от ложного пророка, и что распространяется такое большое число ложных пророков, которые что-то чувствуют, что-то ощущают, и в силу испорченности своей души выдают на гора совершенно неверные посылки. Ответ Всевышнего уйдет пророчество, исчезнет пророчество из Израиля, а вместе с ним исчезнет и ложное пророчество. Ибо я Бог скажу то, что скажу и сделаю, что скажу, не будет больше продлеваться срок, ибо в ваши дни дома и тежни скажу слово и исполню его сказал слово Бога Всесильного. Ложное пророчество исчезнет и скажем, исчезнет еще и в том плане, что все увидят своими глазами, что Ирушалаем разрушен, и все, то есть то, что мы сказали, это с вами как бы на длительный период, то, что моментально, то, что Ирушалаем будет разрушен, и все увидят, что пророки, ложные пророки изрекали ложь. И было слово Бога ко мне, чтобы сказать, сын человека, вот дом Израиля, видение, которое открылось ему, это все на многие годы, и в далеких временах он предсказывал, практически возвращение к тому, что сказал Всевышний и выше. Поэтому скажи им, так сказал Бог Всесильный, не будет больше продлеваться срок, все слова мои, которые скажу я, каждое исполнится, на слово Бога Всесильного. Здесь можно представить себе, что у изгнания есть определенный срок. Сыновьям Израиля было дано скажем, где-то 850 или можно сказать еще точнее 852 года для того, чтобы построить храм и исправить весь мир или по крайней мере распространить по всем мире знания о едином Боге и о тех законах, по которым должен жить человек. 852 года это крайний срок, последняя черта, если не сделали, если не смогли это сделать, то будет изгнание. Об этом скажем, пишет Раши, не помню, упоминается ли Гемария, Раши об этом точно пишет, и это предсказание вытекает из слов, которые приводятся в главе Ваидханан, да, в главе Ваидханан, вот, или нет, или позже, сейчас мне трудно сказать, по-моему, в главе Ваидханан, да, в книге творим, в любом случае, да? Да, мы почитали. Да, когда родишь сыновей и сыновей и сыновей своих, и приживетесь вы на земле этой, и развратитесь, и сделаете изображение, и сделаете зло перед глазами Бога Всесильного, чтобы обнимить его, то исчезнете, пропадете вы с земли этой, быстро, не врядятся дни ваши на ней, и вы будете истреблены. И вы приживетесь, как бы состаритесь, да, приживетесь на этой земле, состаритесь на ней. Число гематрия или числовое, сумма числовых значений двух входящих в это слово 752. Раши пишет о том, что знание было через 850 лет, и два года Всевышний по милости своей сократил, потому что за два года при таком и так можно сказать интенсивном падении грехи бы настолько усугубились, что исправить их было бы невозможно. Поэтому по своей милости Всевышний привел знания на два года раньше. То есть что можно сказать? С одной стороны Всевышний говорит, что приблизилось время, и у нас такое ощущение, что он приближает это время. С другой стороны подходит тот срок, который заранее был определен, отведен сыновьям Израиля, на земле Израиля, чтобы они добились высокого духовного уровня для себя и для других народа. Дальше эта тема продолжается, которая началась в 22 предложении предыдущей главе, она продолжается. И было слово Богу ко мне, чтобы сказать, сын человека пророчества обращается к пророкам Израиля, предыкающим мир, и скажи предсказывающим из сердца своего, слушайте слово Бога. То есть есть то общее, скажем, что говорят пророки, лжепророки, это то, что будет мир, все будет в порядке, все будет хорошо, как Бавель падет, одни говорят, что Бавель падет, другие говорят, что он потерпит поражение от руки сыновей Израиля, другие говорят, что он падет от руки его врагов, и общее, что говорят пророки, все будет хорошо. Что скажем, дальше у нас возникают вопросы, на нем постараемся то или проблемы, и мы постараемся о ней поговорить, а как отличить ложные пророчества от истинного пророчества, даже Еремияву жалуются Всевышнему, что их же сбивают ложные пророчества, ложные пророки, а как отличить ложного пророка от истинного, вот это наша тема, мы заранее с вами можем сказать, что ложность пророчества можно определить по нескольким признакам. Во-первых, скажем, то, о чем идет здесь речь, просто я стал думать о нескольких моментах, то, о чем идет речь, ложный пророк, он говорит, все будет хорошо, но и он не говорит, что нужно сделать для того, чтобы было хорошо. И пророк это наставник, это учитель, и всех пророков, которых мы с вами видели, они все призывали народ возвеситься духовно и ставили и духовное возвышение, и возвращение справедливости в общество, ставили как условия победы над врагами и благополучие. И поэтому человек, у которого есть разум, он должен был задуматься, почему же этот пророк говорит, что все будет хорошо, и совершенно не говорит о том, какие условия для того, чтобы было хорошо. понятное, что это общие черты, общие вещи. В жизни иногда получаются гораздо труднее, но мы видим, что ответственность за то, что люди путают истинное пророчество сложным, возлагается на людей, естественно, и на пророков самих и на людей, на тех, кто не может выбрать между ложным и истинным пророком. Мы, по-моему, с вами говорили, что Рамбан пишет о том, что истинный пророк, что пророк утверждал субьедрин, что пророк проходил субьедрин, и его проверяли, и тогда давали ему бумажку, что он истинный пророк. Это теория, которая, то есть, или тоже говорят лекатхилы, так как, может быть, должно было бы быть изначально, что мундлицы, торы, которые понимают правила пророчества и так далее, они должны были бы утвердить пророка. Но этого никогда не было. Не было никогда таких заседаний сангедрина, потому что все шло по принципу бодиабад, де-факто. Приходил истинный пророк, начинал говорить, и очень часто его не принимали. По тем или иным причинам Сангедрин здесь не выписывал никаких документов никогда и никому. И опять же, это не значит, что Рамбам не прав, просто он пишет с галактической точки зрения, а не не с той точки зрения, как это было на самом деле. И сказал мне Бог, то, что я хотел привести в параллельный кусок из Еремиягу, то, что нам поможет еще раз понять, что Ихискель и Еремиягу говорят об одном и том же. Непонятно, учился ли Ихискель и Еремиягу, вряд ли, но он уже был в Иерушалайме, был, когда Еремиягу пророчествовал, он, безусловно, как человек образованный, духовный, он прислушивался к пророчеству Еремиягу и многое из него выучил. То есть, опять же, мы здесь говорим о таком моменте, что, конечно, пророк говорит слова Всевышнего, но, с другой стороны, Всевышний вкладывает в уста пророка то, скажем, как сказать, то, в том плане, как он мыслит, как он понимает, это не значит, что Всевышний идет полностью за всеми соображениями пророка, ни в коем случае, но те как бы инструменты мыслительные, образовательные, так сказать, Всевышний их использует, когда он вкладывает в уста пророка те или иные слова, и поэтому видим, иногда можем понять, что тот или иной пророк учился у того или иного пророка. Также здесь пересечение мыслей, тем и похожих посылок в Екискере имяку указывает на то, что так или иначе они были связаны. И сказал мне Бог, не молись за благополучие народа этого, если будут поститься, они не услышу молитвы их, если принесут они жертвы, всесожжение и даме, не приму их и мечом, и голодом, и возле истриблю их. Мы видели, что и Екискеру было сказано, то же самое, не проси за народ этот. И даже молитва его, молитва его очень короткая и похожая на Босгласа, не на молитву, когда он говорит, о Бог, ты истребляешь весь остаток Израиля, когда он видит эту страшную картину об устошении Иерушалове. И сказал я, это Иеремияву, мы продолжаем, о Богсе сильный год, пророки говорят им, не увидите вы меча, и голода не будет у вас, и в истинный мир установлю для вас вместе это, несмотря на запрет молиться о них, Иеремияву вступает в спор со Всевышним и говорит, что их же сбивают ложные пророки, но отнесись к ним милостиво, все средства массовой информации им говорят о том, что будет хорошо, если создать палестинское государство, если уйти из Азы, будет все прекрасно и замечательно, ну как ты от них можешь требовать, когда все поют в одну дуду. это не сегодня, это было раньше, сегодня практически никто серьезно не говорит о создании палестинского государства, потому что понимают всю эту простую проблематичность, есть такой комментатор израильский, очень правый Гай Гай Бихо, который говорит в полемике с ведущими на телевидении, говорит, создание государства, палестинского государства, это нам конец, нам конец, и ему говорят, а как же весь мир, он говорит, а весь мир это не интересует контакт с Израилем, с передовой технологической державой, и также и в политическом плане одним из лидеров в мире, интересует контакт с Израилем и совершенно не интересует, что происходит в этом разбойном меселе, которое никогда не превратится в государство. То есть приходит то самое как бы если люди не понимают пророчества, то жизнь становится сама, становится пророчеством. Пророчество не противоречит жизни, и главное, оно строится, оно всегда соответствует Торе, и понятно, что из отдачи территорий, из создания чужого государственного территории Израиля это дело запрещено и Торе, из этого ничего никогда хорошего из этого не выйдет. Такое отступление, которое я обычно не делаю, параллель с нашим временем, но это просто кричит из этих срок. Бог всесильный, вот пророки говорят им, все средства массовой информации, не увидите в меча и голода не будет у вас. Как говорили, у нас здесь будет Швейцария, и вы истинный мир установлю для вас вместе это. Только надо сделать мир. И сказал мне Бог. Всевышний очень интересно, что Всевышний не отвечает ремьялу напрямую. А своя голова-то у них есть, а соображать они умеют. Он не говорит это, но он подводит к этому, и он объясняет те причины, почему люди заблуждаются, и почему они идут за теми, кто изрехает ложь. И сказал мне Бог. Ложь пророчествуют пророки эти от имени моего, и не посылал я их, и не приказывал я им, и не говорил я им. Видение ложное и колдовство, и несбыточное, и вымысли сердца своего предсказывают они вам. Ну, так Иеремьяов это и сам знает, что ему это разъясняет. Поэтому так сказал Бог и пророк, и пророчествуют они от имени моего, а я не посылал их, говорят они, что меча и голода не будет в стране, это мечом и голодом и стреляны будут пророки те, а народ, которому пророчествуют они, раскидан будет по улицам Ярушалаема. Трупы будут раскиданы по улицам Ярушалаема. Боже ты мой, за что? И некому будет хоронить их, их самим, и жен их, и сыновей их, и дочерей их, и залью на них зло их. можно сказать, забегая немножко вперед, что человек никогда не может сказать, меня обманули, меня ввели в заблуждение, эти посылки очень плохо принимаются на небесном на небесном суде. И на небесном суде часто дети, часто дети малолетние, по крайней мере, дети отвечают за родителей, то есть наказание детей является наказанием родителей. подробно, что здесь произошло, просто у нас уже нету времени развернуть эту мысль, давайте мы ее запомним, что человек отвечает за свои ошибки, почему, если его обманули, ввели в заблуждение, почему человек не может сказать, что его ввели в заблуждение, мы этот момент постараемся с вами разобрать, только мы можем с вами вспомнить из трактата Кедушин такую посылку, что нельзя нету посланника совершить преступление, то есть если человек поручает другому сделать за него заповедь, то посланный им совершает действие и заслуга переходит к тому, кто послал его, то есть он послал его и попросил его совершить заповедь, чья заповедь того, кто послал, теперь человек посылает другого для того, чтобы совершить преступление, украсть, скажем, посылает тот, крадет, чья вина не того, кто послал, того, кто украл, и оказывается это очень-очень сильно распространяется не только на действия, но и так сказать и на мировоззрение человека, на ментальность или другими словами на его качество души. Он не может сказать, меня ввели в заблуждение. Я опять же хочу сказать, что мы не закончили эту тему, вот это предварительная такая посылка, но мне представляется, что это вообще просто один из важнейших моментов, который, конечно, очень часто упускается, да, и сама природа уже пророчества и ответственность человека за то, что он склоняется к уже пророкам, а не истинным пророкам, все эти темы, они как-то ускользают, уходят между пальцами. Здесь я остановлюсь и, пожалуйста, если есть какие-то вопросы, я хотел как бы и в процессе урока остановиться, мне показалось, что лучше не сбиваться, изложить тему, вот, а от вас я ожидаю, как в песенке КВН, да, берите в руки карандаш, мы начинаем вечер наш, то есть, если, очень хотелось бы, чтобы вы помечали себе по дороге вопросы, да, к которым можно вернуться потом к концу, пожалуйста, Мехама, пожалуйста, только микрофон откройте. Да, по поводу того, это, конечно, ко многим случаям, может быть, и подходит этот критерий, что пророк должен, не должен обещать хорошего и должен говорить, что надо исправить, но и это тоже критерий не работает, надо искать какой-то более глубокий, потому что я могу привести пример пророка Ишаяу, что он говорил с царем Ахазом, да, БСД Куэстом, когда он приглашал, что не нужно суетиться, не нужно нервничать, все будет хорошо, обещал ему сиди спокойно и не приглашай сюда чужую армию, потому что это в конечном итоге кончится плохо для всех, то есть он как раз обещал, что все будет хорошо и не говорил ничего о том, что нужно делать, он его убеждал не действовать определено. Я думаю, думаю, что думаю, что как раз он выдвинул очень большое требование, которое Ахаз не исполнил, и все было плохо, и все было плохо, исключительно плохо. Какое требование? То, что вы сами сказали, это уверенность во Всевышнего, нужно то есть он поставил Ахаза фактически перед испытанием проявить уверенность во Всевышнем. Очень тяжелый, очень тяжелый обстановки. Если бы он проявил уверенность во Всевышнего, то Ешаягу не сказал бы ему, ну, молодец, давай теперь отдыхать. Он бы сказал, что дальше делать. Просто Ахаз уже находится в таком состоянии, как бы он закрыл все дома учения, он закрыл храм. И каждому свое обращение сказать ему часто. Я понимаю, но чисто с формальной точки зрения это как бы вы уже смотрите глубже. Может быть, те, которые говорили все будет хорошо, они тоже говорили доверить Всевышнему, они говорили как раз они ссылались на Бога, который не разрушит свой храм, этого быть не может. всегда это можно перевернуть. Я просто к тому, что очень сложно. И тот же Эрмияу, когда он слышит это, он говорит, он в первый момент даже верит ему. Возможно. Не знаю, есть разные комментарии, но по каким-то комментариям он был когда-то пророком. в этот момент даже сам Эрмияу ему верит, потому что только потом он получает пророчество и ему говорит, что ложное было. Обещание. В чем я могу согласиться с вами, это безусловно. Невозможно составить учебник, расписать его по пункту, поэтому даются общие идеи. Они даются общие идеи. И я согласен, что может быть по-разному, может быть хорошее предсказание, и человеку хочется верить в хорошие предсказания. Может быть по-разному. Дается общая тенденция, то есть какой-то грубый рисунок общими большими мазками, что приходит человек и говорит, все будет хорошо, да ладно, чего тут кипятить, все будет хорошо, и просто все будет хорошо. То это по-крайней мере красная лампочка, которая зажигается, и нужно задуматься, если он ссылается на Всевышнего, говорит, что он говорит, что он говорит, красная лампочка, понимает ли, что он что говорит, верно ли он воспринял пророчество, и вообще было ли у него пророчество, это красная лампочка, которая требует проверки. Хорошо. что-то есть еще? Равзеев, добрый вечер еще раз. Я хотела спросить, вот действительно это потрясающий диалог, который Всевышний вел через двух пророков параллельно, одновременно с одним и тем же посланием, во многом схожим, что Всевышний таким образом выражал конкретно свое неравнодушие к своему любимому народу. Я, конечно, не знаю мысли Всевышнего, но по крайней мере по этому пророчеству ощущается, что просто дети не хотят слушаться, а отец он просто хочет, чтобы дети чему-то научились, и поэтому с такой любовью он просто готовит их, вы готовьтесь, вот теперь вам надо готовиться и принять это. Правильно ли я понимаю слова пророка? Я думаю, что да, в отношении двух пророков это постоянное явление, многие пророки говорят об одном и том же разными словами и предсказывают одно и то же несколько раз, как же, скажем, взять пример Амоса, о котором сказано, что он пророчествует за два года до землетрясения, и Шаяу, который начинает пророчествовать, не начинает, не говорит, сильнейшее пророчество в год землетрясения, да, и дают разные картины одного и того же практически, и в Ихискеэле, Ацхалья, в Евьюэле содержатся одни и те же похожие картины, то есть это как бы явление распространенное. Здесь есть еще одна причина, да, Еремияву остался в Ярушалайме, Ихискеэль пророчествует в Бавеле, да, и не всегда приходят письма от Еремияву, хотя приходят, но не всегда, и вот есть пророк, который пророчествует там, и пророк, который пророчествует здесь, да, это как бы, ну, скажем, такое, по крайней мере внешнее или поверхностное объяснение того, что здесь происходит, почему два пророка и почему одни и те же слова. Насчет любви Всевышнего, да, у Всевышнего есть много проявлений, да, вот, о чем мы говорим каждую субботу, каждую субботу, что бывает, он проявляется как судья, бывает, он проявляется как воин, бывает, он проявляется как мудрец, да, как мудрец, как наставник, вот, это в широком, вот, в песне «Слава Всевышнему» каждую субботу мы повторяем это, и в Брохот, и в Брохот говорится, что в знании, когда становятся знания Всевышней, каждый день говорит горе, горе детям, которых отец проглавал своего стола, и горе отцу, который, от которого ушли дети, буду чередованы, ушли дети, каждый день он это повторяет, и связь, как с отцом, она, безусловно, есть со Всевышним, но есть и другие моменты, да, есть момент гнева, есть момент гнева, и Амос говорит, «Будет Всевышний рычать, как лев, и когда рычит лев, кто не задрожит, да, вот, есть моменты гнева, когда Всевышний не проявляет себя, как отец, да, можно сказать, что, если так сказать, если так можно сказать, где-то в глубине души, он, безусловно, хранит и любовь, и все, но проявление здесь, оно очень-очень невростое, да, как сурового судьи, который наказывает за все преступления, и наказание, оно очень-очень суровое, поэтому, скажем, на этом примере очень трудно говорить об отношениях Всевышнего сыновья Мизаэля как с отцом, безусловно, он отец, но не в этих строках, да, не в этих строках, у Иеремиягу есть строки, да, вот много строк, которые, когда Всевышний обращается словами Иеремиягу или честь Иеремиягу обращается к сыновьям Мизаэля и говорит «бен Якирли Ефраин», «дорогой сын мой Ефраин», да, с любовью обращаются, строки, в которых, по-моему, много любови, да, да, когда через Иеремиягу Всевышний сравнивали весь народ с невестой, которая пошла за ним, доверилась ему, пошла за ним в пустыню, а там любовь, да, здесь суд, вот, и, конечно, можно сказать, что в том же пророке есть слова любви и слова суда, да, но увидеть в этих словах, когда трупы раскиданы и это и женщины, и дети, да, увидеть это как проявление любви немного трудно, лучше бы искать это в других строках, да, Да, Равзеев, очень благодарю вас за глубокий и вдумчивый ответ, но, если позволите, возможно, если в суде Всевышнего благословенного все равно же примешано милосердие, иначе просто не выдержит этого. Да, это безусловно, это наша вера, это наша вера, что милость создан мир, милость Всевышнего никогда нас не оставляет, союз с народом никогда не разрушается, да, только то, что это наша вера, ее нужно хранить, безусловно, но то, что я хотел сказать, что иногда бывают такие строки, вот через которые, которые трудно привести в пример, как любовь. Безусловно, Равзеев. За ними где-то, там глубоко, может быть, скрывается любовь, так что ее не видно. Безусловно, но ведь союз Всевышнего с еврейским народом вечен, соответственно, Всевышний человек, чтобы передумать, соответственно, если он поклялся и сказал, он, значит, никогда не отменит, и на этом и строится еврейская вера, правильно? Здесь я полностью согласен с вами. Если вы хотите сказать, что всегда нужно помнить, даже когда читаешь самые тяжелые пророчества, нужно помнить, что Всевышний любит народ, я тут с вами согласен. Иначе это не пережить просто. Ну, как иначе это пережить? Это же невозможно. Ну, то есть, по-другому это нет надежды. Благодарю вас, Равзеев. Спасибо. Вы меня поняли. Благодарю вас. Хорошо. Ладно. Равзеев, если позволите, вопрос, можно? Да, пожалуйста. Был ли прямой диалог этих двух пророков, фактически, к которым обращался единый Всевышний наш, да, и озабоченных, видимо, наиболее глубоко озабоченных из живущих тогда при катастрофе еврейского народа, был ли у них прямой диалог? Я могу сказать, что об этом нам ничего не известно. Вот. Есть годы, когда они пророчествуют вместе, переменявые киски, но пересекались ли они прямо, переписывались ли они, нам об этом совершенно ничего не известно. Вот есть какие-то моменты, которые известны, вот Еремьяу посылает письма, вот Ишаяу, у него есть ученики, с которыми вместе он записывает слова, которые невозможно сказать, в это время записывает их на будущее, какие-то вещи нам известны. Здесь о том, что они встречались, разговаривали друг с другом, переписывались, у нас нет никакой информации об этом. Хотя темы, как мы видим, очень-очень пересекающиеся. Спасибо. Хорошо. Ладно, мы тогда с вами подведем черту, но сегодня я уже жду следующей встречи с вами, вот, и хочу поблагодарить за внимание и подчеркнуть еще раз, мне кажется, вот, не знаю, удалось ли мне вас убедить, но мне кажется, мы занимаемся очень-очень важным делом, поднимаем пласт, который, не знаю, уже сколько лет не пытались поднять. Хорошо. Спасибо большое-большое всем и всего-всего самого доброго. Спасибо вам большое. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо, Леоктор, всем присутствующим и пока. Спасибо. Спасибо.